Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. И сегодня у меня есть такое желание рассказать немного истории и порассуждать на такую тему, как жертвенность ради детей. Известен такой пример, когда одна молодая мама в Индии, в стране контрастов отдала свой глаз для своего ребенка. Я не знаю подробности этой истории, но многие родители, они готовы жертвовать многим ради своих детей. Сегодня есть повод поговорить на эту тему. И повод произошел из-за того, что один из родителей, это был папа, привез своих детей, это девочка и сын, на занятие плавание групповое, семейное, которое так и называется родитель плюс ребенок. Это может быть двое детей, это может быть даже трое детей, при условии, что один из детей уже достаточно взрослый, скажем, в пятом классе. И родитель привез своих детей и говорит мне, что вот они сами будут заниматься. Я говорю, нет, эта группа не такая. Надо помогать детям в том, чтобы они выполняли упражнения. Их надо будет поддерживать, им надо показывать личным примером. И вообще эта группа, она как раз создана для того, чтобы это было семейное плавание. Могут быть вместо родителей, конечно, и дедушка, или бабушка в том числе. Но он говорит, у меня нету вещей. Тогда я ему говорю, что у нас есть шорты плавательные, такие как бы запасные, скажем, вот. И они чистые. Я ему их предложил, он сказал, нет, я не буду. То ли безгливость, то ли надменность, то ли просто нежелание заниматься с детьми. Но дети были расстроены, конечно, они хотели позаниматься в этом бассейне. Вот. И я просто сказал тогда, выбирайте тогда, если у вас нет такой возможности, значит, либо в другой раз, либо вы просто не сможете ходить и не будете заниматься. жертвенность. А каждый ли родитель, мама или отец смог бы одеть чужой купальник или чужие шорты для того, чтобы ради детей позаниматься в бассейне? Что думаете вы на эту тему? Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.